Призыв граждан Украины на срочную службу намечен на апрель-май. В связи с этим мужское население Белгорода Днестровского 1988-1997 годов рождения вызывают на прохождение медицинской комиссии. В соответствии с указом президента Украины от 17 февраля этого года изменен срок службы. Призыву подлежат граждане от 20 до 27 лет. Соответственно, с этим указом срок службы увеличен на полгода. Срочная служба для солдат-сержантов, не имеющих высшее образование, теперь полтора года. И срок службы для имеющих высшее образование солдат-сержантов, срочная служба – один год. О решении местного исполкома утверждена выдача горячих обедов малообеспеченным горожанам. Этим занимается Белгороднестровский территориальный центр. Также планируется выдача талонов на бесплатное посещение бани и получение хлебобулочных изделий. На этой цели предусмотрено у нас 54 тысячи каждый месяц, начиная с 1 апреля. Как и где неимущие горожане смогут получить бесплатную еду, поинтересовался один из членов исполкома. Дают коммерческие предложения, изучают рынок на Даня этих послуг, выбирают там, где качество и ниже цена. В преддверии празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Забытые имена воинов, погибших в боях при обороне города и умерших от ран, будут увековечены. С прошлого года, почти год, работала соответствующая работа группа, на рассмотрение которой были представлены имена 31 воинов. На четыре из них загибли и померли от ран в госпиталях, которые были расположены в городе в 1941 году, список есть. А в целом 31. Период с 23 марта по 23 мая ознаменуется работами по благоустройству города и прилегающих к нему поселков. На 27 и 28 марта, 3 и 4 апреля назначены общегородские субботники. 17 и 18 апреля пройдет день окружающей среды. Городские светофоры отремонтируют, ямы на дорогах залатают, заверил начальник коммунального предприятия благоустройства. Светофор один. Работает, три не работают. А если с одной стороны одна лампочка загорается, с другой стороны четыре лампочки не горят. Вот что не хватает, я не знаю. И при том, есть такие моменты, когда стоит большегрузная машина, и получается, что не видно, высокая машина, не видно, потому что с левой стороны, вот по-измаильской, лампочки вообще не горят. А там или красный, или зеленый, или машина поломалась, неизвестно. Вот такой вопрос. И, Игорь Николаевич, и надо, наверное, дожди уйдут, коль у нас нет денег, но хотя бы немножко засыпать эти ямы. Вчера и сегодня получили лампы «Филипс». Не вот эти одноразовые, которые мы с светофором закрошили по 100 шлук на неделю. А «Филипс» получили уже, не проплатили, не в казачейство, а получили в рубеже. Сейчас вот дождик закончится сегодня, и мы начнем ставить вышка во все светофоры в кучах лампочек. Что касается ситофора, так она и есть, проблемы есть, никто не отрицает все. Что касается дорог, пока температура там не позволяет, у нас измельченная, есть асфальтовая смесь. Мы готовы, только дождик уходит, вода уходит, мы начинаем засыпать опять ямы. А с 20 марта по 20 апреля в Белгороде-Днестровском снова сезонная ярмарка. 22 марта в воскресенье в 10 утра начнется крестный ход по маршруту. От церкви великомученика Иоанна Новосачавского, далее по улицам Калинина, Ленина, Леона Попова до Свято-Иоанно-Притеченской, Греческой церкви. По улицам Ушакова, Измаильской, Кишиневской до Свято-Георгиевского храма, Болгарской церкви, Свято-Покровской, Переможнинской церкви и до источника святого Иоанна Сачавского.